всем привет вы слышите алексея халецкого и тут очень интересная новость я вообще не часто видео делаю когда анонсируют какие-либо игры но тут решил сделать исключение в германии по моему сейчас проходит выставка gamescon 2019 и там amplitude studios анонсировала игру humankind и по-моему это бомба и вот по какой причине amplitude studios создательница моих любимых 4x стратегии из серии эндрис а именно эндрис space эндрис space 2 и эндрис legend у меня много на канале видео по этим играм и гайды есть и стримы и обзоры чего только не захочешь и вообще пожалуй вот эти разработчики французы из amplitude studios они мои любимчики мне кажется они сейчас новаторы в деле создания 4x стратегий и я постоянно удивлялся почему они не выпустят конкурента цивы потому что эндрис legend это про всяких эльфов жучков паучков и прочей фэнтезийной нечисти то есть это скорее что такое ближе к master of magic и даже кто же edge of wanders эндрис space ближе к мастер of orion а конкурентов цивилизации реально в общем-то никто и не выпускал я бы назвал всего две игры это call to power это это было не конкуренция а замена потому что между второй и третьей частью цивилизации обанкротилась компания micropros которая циву выпускала и по моему активижен или кто я уже не помню кто выкупил название цивилизейшен и сделал вот эту цивилизейшен call to power это как бы такое ответвление которому тот же сид мэр не имел отношения но которая очень много взяла из серии цивы и rise of nations это игра по-моему его б или райн рейнольдс или сейчас будет что перепутаю с актером который принимал участие в создании второй цивы и альфы центавры он вот сделал свою игру rise of nations это опять же там смесь была пошаговой и real-time стратегии и даже эта игра ближе к total war как ни странно чем к ци а конкретно 4x стратегий которые были бы проразвитие человечества не было такое ощущение что все игроделы как будто боятся этим заниматься мол есть цива и больше в этом поле никто не нужен и по моему фераксис забран завели постоянно выпуская цивилизацию я не говорю что там совсем уж плохо но вот ощущение каких-то новых идей вот прям таких свежих как мне кажется 6 циве отсутствует а в играх амплитюд постоянно какие-то ого вот тут классно вот тут классно и наконец-то humankind это действительно считайте цива от создателей and this legend and this space показали правда на презентации совсем немного я вам тут по кругу вам гоняю небольшой кусочек видео и по моему 6 скриншотов после этого еще был небольшое интервью с разработчиками на английском я попытаюсь вам пересказать некоторые моменты и вообще свои впечатления от этого анонс но я призываю всех своих зрителей уже сейчас внимательно наблюдать за этой игрой добавить себе в желаемое и в подписке в стиме потому что игра вот я на сто процентов уверен что она будет интересной другое дело сможет ли она стать конкурентом цивы потому что есть некоторые моменты в играх от amplitude studios которые могут отпугнуть широкую аудиторию широкую публику от этой игры и она опять станет уделом узкой кучки хардкорщиков и так-то пошаговый 4x стратегии не так много людей играет а в игра от amplitude еще чуть меньше тем не менее студия развивается и вот интересно что в интервью разработчиков они подтвердили некоторые мои догадки они говорили что мы всегда хотели сделать игру про развитие человечества но мы понимали что изначально у нас недостаточный ресурсов для создания подобной игры и мы постепенно к этому шли вот выпустили сначала эндлес спейс там эндлес легенд потом эндлес спейс 2 продались сеге получили ресурсы возможности и я уверен что с human kind у них все получит какие проблемы у них могут быть да вот перегруженный интерфейс самое главное который был и в прошлых частях серии то есть на вас вываливается сразу много всего и вы не знаете куда идти что нажимать в циве конечно тоже не самый дружелюбный интерфейс но он открывается постепенно разработчики постарались как-то уменьшить эту информацию которая добавляется вот с ростом вашей империи и по скриншотам кстати амплитюдов не очень понятно что будет с интерфейсом потому что его практически нету на них но думаю они на этим поработают давайте теперь разберемся что мы вообще видим на скриншотах во-первых разработчики своем интервью как-то так мимоходом заметили что у них не будет колонистов это очень интересное изменение конечно что колонисты даже в эндлес спейс и эндлес legend были то есть тут видимо можно будет основывать города любым юнитом но я так пока просто предполагаю при этом они сказали что нам очень не нравилось что в начале игры нам надо очень быстро ставить город иначе мы начнем отставать по развитию всех остальных игроков поэтому они сделали возможным развитие даже еще были без постановки города например на этом скриншоте видно что мы набрали какое-то количество очков знаний и можем выбрать наше наследие какой-то legacy трейд который будет давать либо плюс одну силу каждому юниту либо плюс одну еду каждого поселению либо плюс одно производство каждому поселение при этом никаких городов у нас не стоит понятно что бесконечно вот так ходить не получится но какое-то время погулять вполне будет допустимо что по моему для погружения вот это развитие цивилизации очень прикольный даже обратите внимание верхнем левом углу мы так и называемся кочующее племя но magic trite тут мы переходим ко второму скриншота еще к одной фишке вы не выбираете в начале партии ту цивилизацию за которую вы будете играть а выбираете когда вы переходите из неолита в бронзовые вот тут у нас на экране мы видим ассирийцев вавилонян египтян хеттов и жители гараппы но это город такой гарапское царство или княжества уже не знаю как назвать в районе северо-запада индии там где на хенджи даро был и так далее тут конечно возникают вопросы баланса потому что если будут какие-нибудь цивилизации типа кореи которые все за которых все захотят сыграть то получается кто первый вышел бронзовый век тут и получил преимущество серьезное преимущество 7 цивилизации будут несбалансированы вот видно по иконкам что явно египтяне нацелены на какое-то строительство вавилоняне на науку гарапа гарапчане за как лучше сказать на еду хетты на воины вот ассирийцев к сожалению не видно ну и кроме того мне хотелось бы чтобы вот эти государства как-то еще и дальше развивались изменяясь например мы сначала кочующее при племя потом в бронзовом веке мы становимся славянами а в каком-нибудь средневековье мы становимся русскими вот так для примера чтобы шло развитие тут похоже будет просто выбор цивилизации отложен с начала игры в бронзовый век и все на это ну и видите снизу от египтян 10 точек это явно для листания вот вопрос это 10 цивилизации или 10 страниц по 3 цивилизации сколько их всего будет потому что в сериях endless фракции как таковых было немного но они были очень различными действительно сильно различались по своему стилю игры но так как их надо было сбалансировать все-таки много таких фракций не наделаешь и в принципе вам амплитудов получалось в баланс я бы первым здесь legend назвал не сбалансированы только фракцию марготов да и то если они появлялись на морской карте то есть на море просто нереально было с ними соперничать следующий скриншот показывает нам город египетский видимо на прошлом экране был выбран египет и тут сложно пока что либо сказать кроме того что в нижнем левом углу мы видим науку культуру и видимо дипломатию вот таких три ресурса будет какого-то влияния исследуется столярничество и видимо после открытия можно будет строить какие-то мастерские лесопилки и лучников ну и карта посмотрите насколько хороша кстати еще был один минус игр endless legend том что карта не читалась вообще то есть вообще непонятно было что там изображено здесь карта по моему офигительно читается и одна из фишек endless legend была в разном уровне земли вот здесь она хорошо видно то есть вы реальности вы поднимаетесь на холм то это действительно холм это другой уровень то есть у вас юниты будут выше находиться и вы не сможете напасть на юнит который находится на возвышенности находясь внизу вообще не сможете напасть вам надо будет обходить но раз мы заговорили про нападение то боевая система тут будет взята из endless legend они из цивы то есть будут битвы армий у вас будет собираться стек из юнитов ну примерно как вот вы видели в edge of wonders например в недавнем но система битвы тут динамичнее быстрее то есть в сети например в endless legend вполне можно было играть потому что битва заключается не в том что вы каждый юнит двигаете а из двух фаз первой фазе вы даете приказа второй фазе происходит бой и таких вот 2 2 фазы могло быть 6 штук и все вот здесь на скриншоте видна такая битва между эти условно назовем синими и красными синие в данном случае немцы не знаю кто тут красный ну судя по значку наверно сирийцы поправьте меня в комментариях как видите видна сила армии 473 на 350 и видимо будет три фаза ведь идет первая фаза из трех то есть у вас армии будут сталкиваться на поле боя разворачиваться поле боя будет вот в такое в такой прямоугольник видите здесь белые границы ограничены это именно поле боя причем поле боя такое же как и та местность на которой вы столкнулись и например в той же english legend у вас мог проходить бой а при этом вы могли ходить совершенно спокойно другими юнитами отдавать приказания в городах и другие игроки могли тоже спокойно ходить то есть в этом плане сетевые битвы в endless legend на моем по моему мнению на порядок лучше интереснее сделаны чем в цире и здесь больше тактики но опять же надо дождаться каких-то геймплейных видео по химан кайну это все посмотреть и еще раз обращу внимание вот на город и снизу керма среди как красиво домики расположены вот видны границы кстати этого города таким красным пунктиром то есть это районы и опять же система районов тоже взята из endless legend я не знаю правда будет ли такая же механика потому что я не думаю что механика будет подходить из endless legend подобной игре но то что это прикольнее и интереснее чем в циве по моему мнению да другое дело что в endless legend вы заселяли районы а не какие-то клетки и вот здесь я вижу что тоже какие-то границы есть он видите сверху тоже белым пунктиром какие-то границы обозначены мне кажется что здесь тоже будет механика заселения районов скорее а не просто вот открытые шестиугольники без всяких гранит то есть чем-то это будет похоже как и в edge of wonders planet fall но в первую очередь это вот на endless legend похоже следующий скриншот очень классный это кстати снята карта реальной земли это побережье нормандии видимо ла-манш и сверху это уже побережье великобритании то есть собор васильева василия блаженного находится где-то на южном побережье великобритании получать а чуть выше это я так понимаю запретный дворец видно тут как все застроено видно что уже дома такого индустриального этапа развития человечества то есть это все будет меняться а в ла-манше он плавает подлодка против фрегатов или не знает кто каравеллы линейные корабли выглядит очень очень солидно по моему ну и наконец последний скриншот это извержение везувия тоже будут чудеса природы дает бонус к влиянию когда ваших границах а также пассивно увеличивает стабильность и деньги городу на территории которого он находится уж не знаю что это будет означать в общем пока информации мало но то что показали выглядит многообещающим предыдущие игры вот amplitude studios меня не разочаровывали и то что разработчики давным-давно задумывали эту игру и просто не могли его воплотить и постепенно к ней шли говорит о том что идей у них очень много и из human kind получится что-то интересное пока предварительно релиз запланирован на первую половину 2020 года то есть реально уже довольно скоро и в ближайшее время мы явно узнаем больше новой информации если что-то пропустил дополняйте мне в комментариях пишите какие у вас впечатления от того что вы увидели ну и на этом все играйте в умные игры всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока